Несмотря на достоинства современных отделочных материалов, большим спросом пользуется натуральная древесина. Производство евровагонки лучше начинать в местах лесозаготовок. Декоративная доска используется для отделки стен и дверей любых ровных поверхностей. Она украшает помещение и создает в нем благоприятный микроклимат. Для открытия цеха нужен станок для изготовления евровагонки. Доски обрабатывают со всех сторон, снабжают пазами для монтажа и отвода воздуха. Сырьем для евровагонки являются лиственные и хвойные деревья. Недорого стоят осина и липа. Изделия из них применяются для возведения саун и бань. Изделия из хвойных пород имеют качественную звукоизоляцию. Евровагонка своими руками включает следующие этапы. Сортировка сырья, распил, сушка, формирование изделия на станке, проверка качества. Промышленное производство потребует больших затрат. Кроме оборудования необходимы специальные помещения. При домашнем производстве необходимы специальный инструмент и оборудование. Для заготовки досок достаточно ленточной пилорамы небольшой мощности. Перед изготовлением евровагонки заготовки сушат и обрезают торцы. Затем заготовки склеивают и подают на фрезерный станок, на котором обрабатывают края и делают монтажные шипы. На очередном этапе заготовки обрабатывают на горизонтальном гидравлическом прессе. Своими руками изготовление евровагонки осуществляется на четырехстороннем автоматическом фрезерном станке. Изделие требует большой точности изготовления. Этого нельзя добиться при ручном производстве. Необходим станок небольшой мощности с большим числом оборотов. Его средняя стоимость 25 тысяч долларов. Грунтовку изделий также выполняют на станках. Наиболее ценится евровагонка с рисунком по текстуре древесины. Подобная облицовка смотрится изысканно и натурально. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.